Работа опять схватила меня за ногу и меня неделю не было в эфире. Так что не будем терять время, с вами Архон Сибирский, погнали! Эта неделя задалась на целый каскад интересных событий и потерь. Начнем с шаттла, который перевозил оригинальный Т2 чертеж на Вольфа и был взорван смарт-бомбами в системе Ахбазон. Что сподвигло во время ивента Гурицесов заниматься такими опасными перевозками, историю умалчивает, но факт остается фактом. Еще один Т2 чертеж утерян из Евы навсегда. Небольшая историческая ремарка. Давным-давно в игре корабли второго технического уровня строились не через копии, а через оригиналы. Но после ребаланса стройки таких чертежей осталось крайне мало. Их оценочная стоимость варьируется от 100 миллиардов исков. И такие чертежи являются реликтами. Как говорится, F. Помимо шаттлов целый отряд Мазеров уехал на КБ. Один из них был пойман Вайтскайами в системе Аубинал. Для убийства Мазера Вайтскай даже не пользовались капиталами, ведь Мазер был без боевого обвеса. Вайтскайм хватило Тенги, Ведьмака и Фобоса с инфорсером, чтобы одолеть исполинский корабль. Помимо этого Мазера на перегоне погибло еще по крайней мере четыре суперкара. Один словили Пурпл Хилл Метавариоры в Дерилике, два уехало от Артона в Домейне и один от Рилли Стронг Альянсов в Метрополисе. Помимо перегонных Мазеров, на аномаликах в Бранч и Этериум Рич были схвачены и растерзанные Мазера коллективом Вар энд Вормхол. Ну и завершая рубрику странных лузов, история из китайского сервера Сиренити. Там во время поиска контента Бестом и его друзьями был обнаружен снятый с якоря Кипстар. Оперативно снарядив персонажа и залив в него СП для пилотирования фуры, одна из самых больших и дорогих структур была попросту украдена Ром коллективом. Почему такие структуры снимались без присмотра история умалчивает. Советую ознакомиться с оригиналом, ссылка на видос будет в описании. Золотой флот пандемик легиона был схвачен пилотами из снафитаутов и дипотер хулиганами. Про золотой флот пандемиков я уже рассказывал в новостях ранее. Он был замечен на полях сражениях на юге. Золотой флот это формат пандемиков, преимущественно состоящихся из дорогих и сильных мародеров, а именно паладинов. Очевидно, такая дерзость привлекла внимание снафитаутов и они устроили операцию по перехвату данного флота. Используя небольшой разводной флот темпестов и заманив паладинов внутрь ESS, альянс снафитаутов заходит под ссылки в систему и в этот момент капкан схлапывается. Антиварп поле ESS не позволяет паладинам быстро выйти из боя. И почти все паладины погибают в ESS, а те что успели вытопить попадают еще в одну ловушку на подвар пикфортизару. Ссылка на рилейт на 31 миллиард и видео будут в описании. Но не будем далеко уходить от снафитаутов, ведь не так давно они засветились в еще одном интересном бою, но уже против альянса Фротернити. Но на текущий момент надо начать с Фротернити. Дело в том, что данный бой состоялся на копающем Атоноре, но этот Атонор не принадлежал Фротернити. Да-да, Фротернити решили забрать камушки чужого альянса. Очевидно это был акт полной безнаказанности. Как сообщает источник, Фротернити уже проворачивали данную операцию и не раз. Ты ложишься спать, просыпаешься, а камней нет. И даже если держатель Атонора замечал, что на Атоноре копают вражеские лопаты, огромный флот поддержки не давал никаких шансов на помеху. В этот раз было ровно то же самое. У бандерлогов поднялась Р-64 луна. Фротернити приехали ее копать, но выкопали себе немного проблем. Флот снафитаутов уже ждал их неподалеку. Завязался бой за камни. Фротернити забросили свой саппорт флот Дрейков Нави и Мачалу. Также они забросили Факс. Но снафы располагая большими силами почти в ноль уничтожают флот защиты. Но надо отметить, что копательный флот Фротернити благополучно спасся. Так что ложась спать, подумайте о том, кто будет копать ваши камушки ночью. Релейт и ссылка на оригинальное видео будет в описании. По новостям из Клайма готовится отдельное видео, так что прошу немного терпения. Переходим сразу к новостям от CCP. 13 числа вышла новость под названием «Оссадные бои», где был анонсирован новый патч касаемый цитаделей и капитальных кораблей. Главный тезис этого патча то, что у цитаделей М-класса больше нет структурного таймера. И теперь их можно уничтожить всего в два захода вместо трех. У всех цитаделей не будет больше ограничения по входящему ДПСа в щиты. Но в арморе ограничение сохраняется. У цитаделей М-класса количество щитов будет увеличено вдвое, а количество структуры снижено в четыре раза. По капиталам. Капитальные корабли отныне будут строиться дешевле. Насколько это повлияет на цену дредноутов, по итогу пока сказать сложно. Но очевидно, дреды и кары подешевеют. Точных цифр пока нет, а те, что есть на тест-сервере могут сильно поменяться к релизу. Так что я буду следить за развитием событий. По данной теме и о том, что ждать от патча, будет отдельный спецвыпуск. А у меня на этом все. Новости погоды, фв и экономический блок будет в следующем выпуске. Там как раз вышел экономический отчет за март и есть о чем поговорить. Подписывайтесь на канал, чтобы следить за новостями. Также подписывайтесь к нашей рассылке в игре название рассылки ddm.post и чат-канал Razook2. Также есть Бусти, Твич и Трова. Там проходят трансляции, посвященные темам, касаемые Ифонлайн. Субтитры создавал DimaTorzok